АПЛОДИСМЕНТЫ Вы не можете представить, как я рад, что вы пришли сюда, потому что как-то я думал, что все меньше и меньше народу приходит, как-то интерес там снижается, как-то есть определенные события, которые мешают. Но слава Богу, у нас все, я надеюсь, получилось в смысле, что пришли, и я думаю, что я оправдаю ваше высокое доверие. Начинаем по традиции с песни «Поэзия полета», а потом я дальше скажу. Пусть говорят, профессия опасна, и лучше тем, кто ходит по земле. А я люблю смотреть, смотреть, как звезды гаснут на самолетном стынущем крыле. За горизонт лечу, встречать рассветы, любуюсь вновь за облачной зарю. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. А небо дарит яркие мгновения, и для того на свете стоит жить, Чтоб вновь преодолеть земное притяжение, и снова радость взлета ощутить. За горизонт лечу, встречать рассветы, любуюсь вновь за облачной зарю. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. Мой труп порой блеснет росинкой пота, там, где свинцо дышат облака. И все ж моя поэзия, поэзия полета, и каждый уйдет новая строка. За горизонт лечу, встречать рассветы, любуюсь вновь за облачной зарю. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. «Спасибо». Сегодняшний концерт у нас называется «На аэродроме», и я сразу эту песню спою, потому что у меня был такой случай с песней «Поэзия полета», у меня концерт назывался «Поэзия полета», и когда я уже весь его пропел, я с удивлением обнаружил, что именно эту песню я не пел. Поэтому я теперь в самом начале пою, так сказать, именную песню, а потом дальше уже по плану. Десня на аэродроме была написана в прошлом году под впечатлением, меня приглашал Алексей Ячинский на аэродром «Казачий», это в Ставрополье, вот там совершенно замечательный был коллектив, изумительная погода это была в мае, в общем, все было очень красиво, и как раз он сказал, что говорит, я просто люблю бывать на аэродроме, там независимо, летаешь, не летаешь, там занимаешься, траву укусишь или еще что-то такое, вот такое волшебное место. Дальше я вам спою, потому что получится, что я сначала расскажу все, что он сказал, а потом то же самое спою, поэтому я сразу. Если вдруг с тобой что-нибудь случилось, если грусть с тоскою заглянули в дом, ты своих напастей не ищешь причину, Просто отправляйся на аэродром, там на летном поле дует свежий ветер с запахом бензина и скошенной травы. Образом волшебным он дурманом этим гонит хрень, любую прочь из головы. На аэродроме есть такое что-то, что от скуки лечит и от маэты, Глядя, как уходят в небо самолеты, там про все плохое забываешь ты. И на летном поле просто оторваться от всего, что давит и мешает петь. От всего-то нужно просто разбежаться и расправив крылья над землей взлететь. Если нет на сердце никакой кручины и грустить не нужно вовсе ни о чем, То тогда, конечно, просто нет причины, чтобы не поехать на аэродром, Где на летном поле и просторый ветер, где на летном поле дышится легко. И для кого-то места лучше нет на свете, и, конечно, видно очень далеко. На аэродроме дует свежий ветер запахом бензина и скошенной травы. Образом волшебным он дурманом этим гонит хрень, любую прочь из головы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Ну вот, кстати, я все-таки год перерыва чувствуется. Я вроде как раньше не волновался, ничего, а сейчас чувствую, что-то на меня маленько так это... Но мы с вами все равно в такой восстановке домашней, Как будто на кухне ресторанная атрибутика этому помогает, Поэтому можно так и ошибаться, можно и общаться, можно и из зала что-то говорить. Не возбраняется, короче. Приближается суббота, Снова хочется в решеты, там летают планеры и ребята славные. Там такая аура, что хочется кричать «Ура!». Мы отложим все заботы и отправимся в решеты полетать на планерах с ребятами славными. И у вечернего костра, там ведь тоже аура. Утром выйдешь в чисто поле, там приволье и раздолье, Там клубника спелая, и коровы смелые, И прямо с раннего утра, там повсюду аура. А там такая аура, что хочется кричать «Ура!». Полетаем над землею, полюбуемся красою, Воскресенье кончится, а уезжать не хочется, Но, тем не менее, пора. До свидания, аура! До свидания, аура! А вот решеты — это планерный аэродром возле Новосибирска. Меня туда пригласил Владимир Владимирович Кочкин, Директор планерного клуба. И в прошлом году там проходил всероссийский чемпионат по планерному спорту. Или всесоюзный, наверное? Всероссийский. Всероссийский, да? И вообще я уже там шесть лет бываю в гостях, Но такого количества спортсменов, самолетов, И планеров, и самолетов даже было три. Я еще там не видел. Но там действительно такая удивительная атмосфера. И у вечернего костра мы как раз познакомились с Ладой Баламут, Которой находится в этом зале. Я специально записал, на всякий случай, Я прочитаю, потому что, как Леонид Ильич Брежнев, я запомнить не могу. Лада Баламут — это ответственный секретарь федерации планерного спорта России. Спортивный судья с российской категорией. Спортсмен первого разряда. Летает на планерах. В прошлом на парапланах, самолетах. Немного на воздушных шарах. Имеет больше двухсот прыжков с парашютом. И поднималась на планере без мотора на высоту 8760 метров над Эльбургсом. На самом деле, это очень впечатляет. Ну, кроме того, Ладой Баламут — член Союза писателей. Нет, Баламут — это не псевдоним, это фамилия. И когда, значит, я прочитал стихотворение, вот самое первое было, это про Август, а потом и многие другие. Это вот такой редкий случай, когда вот я стихотворение читаю, а у меня уже сразу звучит, что вот это надо петь. Вот, поэтому я сейчас буду, я хочу вот на этом концерте, как раз я уже успел вот за это время, пока вынужденный перерыв был, я написал, сочинил, вернее, шесть песен на ее стихи. Вот, и я хочу вам все их показать. Ну, поскольку человек авиационный, то это как бы, кроме того, что песни хорошие, они еще и на нашей волне, и по нашей теме. Вот следующая песня, вернее, называется «Планерный сезон закрыт». Ну, вообще, люди все авиационные, но на всякий случай хочу спросить, там есть такая строчка «Планера свисает колдун на своем шесте». Объяснять кому-то надо? Нет. Все знают, да? Это не какой-то фокусник, который повесился, этот самый указатель ветра, который, ну, большинство людей знает. Всему свое время, кому-то сбиваться в стае, Кому-то в берлогу, кому-то в тепло гнезда. А мы свои крылья снимаем, в ангары ставим И едем без крылыми в зимние города. А мы свои крылья снимаем, в ангары ставим И едем без крылыми в зимние города. Пустея поля заметает стоянки снегом, Понуро свисает колдун на своем шесте. И только глаза по привычке все смотрят в небо Там кто-то счастливый на белом плывет в кресте И только глаза по привычке все смотрят в небо Там кто-то счастливый на белом плывет кресте Таков ты наш крест, фюзеляж и распятие крыльев И нам нет речи религии не сменить В минуты падения, отчаяния и бессилия Нам солнце лучом путеводную спустит нить В минуты падения, отчаяния и бессилия Нам солнце лучом путеводную спустит нить Всему свое время вернуться обратно стая Оттают сердца, ледоходом пойдет река И мы, возвратившись крылатыми, снова станем И будем нырять в эти мягкие облака И мы, возвратившись крылатыми, снова станем И будем нырять в эти мягкие облака И будем нырять в эти мягкие облака И мы, возвратившись крылатыми, снова станем Я, кстати, забыл сказать У них вообще семья-то, у Влада авиационная У него муж тоже спортсмен-планерист Призер Напомните, а? Чемпион чемпионата Европы Второе место было на чемпионате Европы Вот так вот Вот я маленько буду разбавлять песни Потому что, ну, как сказать Надо их, чтобы грустно чередовалось с веселыми Авиационной с неавиационными и так далее Ну, а следующая песня Мне несколько лет назад подарил минусовку Антон Семенов И песня на... Вернее, минусовка на мою песню Еще летит той самолет И я это один раз спел А потом что-то как-то долго не пел под минус А тут решил еще раз попробовать Потому что, ну, мне вот она нравится Хотя у меня там Ну, кто-то говорит, что вот Лучше, когда просто под гитару Другим нравится Когда с сопровождением Мне нравится и так, и так Но вот в этот раз Что-то я много говорю, да? Да, Саша, еще один Еще один твой самолет Куда ты сам пока не знаешь Шнурвал берет другой пилот А ты об этом лишь мечтаешь И если видишь новый взлет Про все на свете Забываешь И в небе каждый самолет По толку взглядом провожаешь Твоя любовь Твоя мечта Убрав шасси Уходит в небо И мало слова Красота И ничего прекрасней нет Вот времени не умоли Наступит день Срывок турбины И оторвется От земли Тебе Послушная машина Субтитры создавал DimaTorzok Еще один Твой самолет Куда ты сам пока не знаешь И держит в курсе другой пилот А ты об этом лишь мечтаешь Еще летит твой самолет Куда ты сам пока не знаешь Еще летит твой самолет Куда ты сам пока не знаешь Спасибо Спасибо По-моему, тут очень даже получается живенько, да? Ну и сейчас опять песни будут на стихи «Лад Баламу». Причем вот сейчас я вам спою две разные песни на одно и то же стихотворение. Ну так получилось, что мне показалось одной песни мало. А вы потом выберите, какая вам понравится больше. Мне нравятся обе. День удлинился на улице плюс, пахнет ручьями и тающим снегом. Банды котов репетируют плюс, птицы из луж устремляются в небо. В небо за птицами только беда, выпало зверем и скрылым родиться. И остается одно наблюдать, как в небесах рассыпаются птицы. Я раскрываю пошире окно и обменяю закон тяготенья. Нет, невозможно такою весной в небо смотреть в городском заточенье. Кто там сказал про бескрылья людей? Тот, кто крылатым с рождения не был. Вверх над сплетением дворов, площадей. Вдаль по весеннему синему небу с птичьими криками слоем котов. Странную стаю я клином построю. Всех, кто сегодня взлету готов, я приглашаю навстречу с весною. Вверх над сплетением дворов, площадь. Вторая тоже, кстати, не пессимистическая, но совершенно другое настроение. Птицы из луч устремляются в небо, в небо за птицами, только беда, выпало зверем, бескрылым родиться, и остается одно наблюдать, как в небесах рассыпаются птицы. Я раскрываю пошире окно и отменяю закон тяготенья. Нет, невозможно такой весной в небо смотреть, в городском заточении. Кто там сказал про бескрылья людей? Тот, кто крылатым с рождения не был, вверх над сплетением дворов, площадей. Вдаль по весеннему синему дневу, с птичьими криками своим готов. Странную стаю я клином построю. Всех, кто сегодня взлету готов, я приглашаю навстречу с весною. Спасибо. Спасибо. Ну правда же две разные песни, да? Или мне только так кажется? Второй вариант ранний Захаров. А первый поздний, да? Ну, кстати, я говорю, хорошая обстановка вот такая купонная, когда каждый может высказать свое мнение, мы можем поспорить, в конце концовно. Можно высказать? Можно? Спасибо большое. Если все здесь собратьки связаны как-то с авиацией, у них курсантская крошка. Мы слушали будущие курсанты во Кибисце в Востоке. Помню, была курсантская песня, которая как машина времени нас всех вернет в то время. Будем беспощадно отчислять. Ребята, вот это, как бы сказать, я думал, будет мнение по тому, что исполнено. Дело в том, что, ну невозможно, нет, мы уже эту тему обсуждали. К сожалению, вот я составляю определенный плейлист на концерты. Мне хочется спеть, у меня много новых песен, я здесь не был в год практически. Мне хочется показать, потому что, ну, даже красивая работа, она тоже когда-то была гораздо позднее курсантских песен, она когда-то появилась, стала новой и так далее. Поэтому я оставляю какой-то запас на второе отделение, на то, чтобы чьи-то просьбы исполнить. Но по возможности просьбу. Вот. И следующая песня называется «Авиация». И я говорю, вот, получил случайно, что вот «Еще летит твой самолет» и песня «Авиация» — это вот совершенно две практически песни на одну и ту же тему. Только одна написана, когда я еще не начал летать, а вторая написана, когда я уже закончил летать. Вот. А, в общем-то, по содержанию, по стихам, по тексту, ну, очень похоже. И посмотри, мой друг, какая красота, какая грация, Какие формы и изгибы просто глаз не оторвать. И не случайно столько песен и стихов об Авиации. Все потому, что невозможно красоту не воспевать. Совсем недаром столько песен и стихов об Авиации. Да потому, что невозможно красоту не воспевать. И даже слово «Авиация» — не даром рота женского. И рождена она за тем, чтобы восхищать и покорять. И испытать любовь масштаба, если можно так сказать, с земляского. И поклонение, конечно, если только можно так сказать. И нам когда-то позволь попасть в ее поклонники-служители, И ею жить и все приказы и капризы выполнять. И даже тот, кто отлетал уже свое, остался небожителем. Все потому, что невозможно просто пыть и перестать. Вас от других совсем нетрудно отличить. И это здорово. Как говорит давно мой друг, кто не любил, тот не поймет. Мы будем просто обо всем забыв стоять, задравши головы. Когда увидим, как взлетает и садится самолет. Мы будем просто обо всем забыв стоять, задравши головы. Когда увидим, как над нами пролетает самолет. Ты посмотри, мой друг, какая красота, какая мощь и грация. Какие формы и изгибы просто глаз не отвести. И не случайно столько песен и стихов о варианте. А если слишком много громких слов, то ты меня прости. А если слишком много громких слов, то ты меня прости. Субтитры сделал DimaTorzok. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты Понятно Хорошо Ребята, давайте сделаем так У меня, к сожалению Очень много Как говорится Хочется спеть гораздо больше Чем у меня получится спеть И Ну все-таки время ограничено Нормальным этим часом Вот я смотрю, что я уже Не укладываюсь, поэтому давайте мы на второе Отделение оставим А вот Эти пожелания Вы можете там, я не знаю У меня вообще записочки никогда не пишут Ну Вот я уже сказал, что Мы сначала сделаем то, что я хочу вам показать По возможности, если время останется Я спою То, что Вы попросите Следующая песня опять Это все же новая песня Мне же хочется их показать Они мне пока еще нравятся больше всех Вот Еще одна песня на стихи Лады Баламут и Вадима Захарова То есть Самая первая песня, которая Вернее стихотворение, которое мне попалось Я написал песню и начал ее петь Ну вот Думаю, ну вот Очень хорошая, но очень короткая Пришлось вот С разрешения автора Стать автором И дописать вторую часть Называется Вот август Нет Нет банальной строчки На исходе Жареного лета Ягоды Рассыпанные Точки В придорожных Высохших Кветах Пыльных Лопухов Прикосновения Дальних Гроз Ворочные Раскаты День Текучий Липкий Как Варенье К Вечеру Стекающие В закаты Скоро Птицы Этот Край Покинут Растворяясь С долгим Криком В просенье И С издевкой Нам покажет Спину Агуст Уходящий Прямо В осень Просто жить И Радоваться Летом А не Так-то Это уж И просто Голова Забита Без Просвета Суетой Решение Вопросов Паутины Дел Разнообразных В осени Всегда Необходимых И В переживаниях Напрасных Главное Восемь Главное С усмешкой Нам Покажет Спину Агуст Уходящий Прямо Восемь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И в общем он мне прислал стихотворение Не свое, а где-то увидел Нашел очень хорошее стихотворение Про вертолетную тему Поскольку он был командующим вертолетной авиацией Эта тема ему, как сказать, наверное, самая близкая И, соответственно, стихотворение про вертолет И песня про вертолет Я автора попытался найти, но Владимир Стоцюк Я только узнал, что он вроде где-то в Якутске То ли летал, то ли летает Но, в общем, я взял на себя смелость Я всегда ее на себя беру Я беру чужие стихи Переставляю там слова Кое-что выбрасываю, кое-что от себя добавляю И, значит, получается вот такая То, что получается, короче Песня называется «Возвращение» Пунктир несущего винта щекочет горизонт Клубками серыми внизу ползет какой-то фронт Приборов стрелки сторожа в рабочих секторах Бегут секунды муравьи на бортовых часах На карте линия пути Тропиночка домой Небесной жизни 7.00 остались за спиной Откачнулась стрелка АРК Уздав знакомый зов Сигнал занудный от всегда усталых приводов Доклар снижаюсь до 600 и вниз чуть-чуть шагас Глазок канала высоты безропотно погас За метром метр скользит к земле Оставив эшелон В слоистой мутной пелене Десяток с лишним тонн Застыло время, как смола В стакане молока Чуть крепче держит РЦШ Уверенна рука Лохмотья серых облаков Растают за бортом Пейзаж знакомый и родной Раскинется ковром Чуть напряжется гул турбин Замедлит прыть земля И вихрь над полем Закружит травинки веселя А шассировка, как цветок, потрогает бетон Посадка четко прозвучит в эфире паритон Вздох облегчения турбин усталых разнесется И погрустневший фюзеляж В стоянке вдруг прижмется Лукаво солнце из-за туч Мигнет лучом прощальным И воцарится тишина Над вечером хрустальным В последнем куплете всегда пытаюсь изобразить замедление вращения несущего винта У меня по-разному получается Когда-то лучше, когда-то хуже Следующая песня по облакам В этом году ее в новосибирском концертном зале Исполнил настоящий певец В сопровождении Симфонического оркестра Ну я сейчас пою Под минусовку На самом деле Очень красивая минусовка И мне она нравится побольше Потому что Александр Ложикин Который ее сделал Ну это тоже такой Очень серьезный профессиональный музыкант С большим стажем И все По облакам По облакам По облакам А в небе дождик моросит, от самолёта тень скользит по облакам, по облакам. Я был за три девять земель, я пролетал через метель, но снова дань отдал далёким городам. Я так люблю лететь домой, чтоб снова встретиться с тобой под облакам, под облакам. Мне в этой жизни повезло, и стороной отходит зло, и мой маршрут по замечательным местам. И благодарен я судьбе, что вновь несёт меня к тебе по облакам, по облакам. И благодарен я судьбе, что вновь несёт меня к тебе по облакам, по облакам. И благодарен я судьбе, что вновь несёт меня к тебе по облакам, по облакам. Субтитры подогнал «Симон» Спасибо. Аплодисменты Генерал-майор Геннадий Петрович Кочергин. Ну, эту песню вы уже знаете, поэтому я долго разговаривать не буду, а то вот сейчас смотрю из моих комментариев на песню в то время вообще не остается. Генерал-майор Геннадий Петрович Кочергин. Генерал-майор Геннадий Петрович Кочергин. Генерал-майор Геннадий Петрович Генерал-майор Геннадий Петрович Кочергин. Генерал-майор Геннадий Петрович Кочергин. Обходят нас сезоны стороной Мы надеваем кожаные куртки И крылья вырастают за спиной Мы надеваем кожаные куртки И крылья вырастают за спиной Спасибо И следующая песня Тоже на стихи Геннадия Петровича Это я тут невольно вторгся В область Николая Анисимова То есть в область военной авиации Но только он там свои На свои стихи песни пишет А я на чужие Мы прилетели и сошли по травам Устала я с бессонницей в глазах Мы закурили и легли на траву От самолета в нескольких шагах И я лежал блаженствуя в покое Был рад тому, что жив, что долетел Тому, что небо Родины такое В которое глядел бы и глядел И мы давно привыкшие к погонам Со звездами с просветом голубым За службу так и не привыкли к войнам К локальным, к исламистским и к другим Легко дышало с горечью полыни И ветром керосиновым спалось Я самолет погладил по кабине Чтоб без меня ему легко спалось А завтра снова летная работа И снова небо встретит экипаж Ведь жизнь есть продолжение полета Для летчика и это выбор наш Не затерялась в памяти бывое Хотя уже давно я не удел Смотрю я часто в небо голубое И кажется, что только прилетел Смотрю я часто в небо голубое И верю в то, что только прилетел Спасибо И сразу третья новая песня на его стихи Геннадия Петровича Почергина Она для этого зала в первый раз учат Называется «Полет» Секунды не колебался Пустил бортовые часы На риск шел, когда отрывался С последней плиты полосы И пальцы сцепив на штурвале Сквозь облачные слои В зенит самолет поднимали Тяжелые руки мои Собой имел право гордиться Меня окрыляло одно Что быть, как могучая птица Немногим на свете дано Был воздух надежной опоры Я рвался за грань бытия В ту часть стратосферы, в которой Был нужен, востребован я Здесь все мне казалось подвластным Безмолвие звезды металл Чтоб солнце надолго не гасло Его на крыле поднимал Звенели в биении пульса Все ноты турбинной струны Хотел бы, щекой бы коснулся Обратного бока луны Но время бесплодит светом Властитель миров и планет Меня вниз бросает кометой Украсив инверсией свет И я на бетон приземляюсь Но держит меня высота И я небесам улыбаюсь Углом плотно сжатого рта Я на бетон приземляюсь И я на бетон приземляюсь Но держит меня высота И я небесам улыбаюсь Углом плотно сжатого рта И я небесам улыбаюсь Углом плотно сжатого рта И я обрежу его И я не плотно сжатого рта И я небесам улыбаюсь Углом плотно сжатого рта Аплодисменты Будет у нас эксперимент, это будет песня под старую минусовку, которую я записывал много лет назад, потому что у меня сын нашел программу, которая из минусовки вытаскивает голос, а она остается. Там программа несовершенная, там есть такие косички заметные, но если вы будете петь вместе со мной, это будет незаметно. Договорились, да? Вам еще понравится это? Свет в окошках погас, всех как ветром сдуло. Спит бои, спит и аз. АТБ уснула, на приколе стоят наши самолеты. И пилоты все спят, и автопилоты. 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 Только нам не до сна учим руководство. Ночь, луна, тишина, лист не шелохнется, Только нам не до сна учим руководство. Ночь, луна, тишина, лист не шелохнется, Только нам не до сна учим руководство. Ну, я понял. Просто я ее слишком... Спасибо. Спасибо. Я ее слишком медленно записал тогда, и сейчас, блин, самому бы не уснуть. Вот ее же надо будет разгонять. Ну, ладно. Эта песня тут имеет несколько сразу нагрузок. Во-первых, как я уже говорил, я уже под нее несколько раз закачивал внука. Не, ну, сначала мне рассказывали, что люди своих детей маленьких под нее закачивали, а потом я уже закачивал внуку. Она говорит, дядя, дядя, вот, кладешь, и так это три раза спел. Спеть готов. Вот. Это к чему? Следующая песня тоже будет колыбельная. Вот. Следующая песня будет опять на стихе Лады Баламут, и назвал ее «Колыбельная для внука». Хотя, ладно, я потом посмотрел в видеоряд, да, а там все девочки. Думаю, вот, нестыковочка, ну, вот, никто не заметит, да? Да, ладно. В общем, так. Сейчас пока надо есть тональность, в тональность перейдем. Субтитры подогнал «Колыбельная для внука» Лесница по нему скользит куда-то. Первомутровые птицы дивной проплывают, стаи. Тянут, тянут колесницу, в шар закатный улетая. Ни кнута нет, ни возницы, только музыка волнами. От волшебной колесницы, проплывающей над нами. Клини сладко, сон, лесница, ты с улыбкой засыпаешь. Пассажиром колесницы улетаешь, улетаешь. Пассажиром колесницы улетаешь, улетаешь. Пассажиром колесницы улетаешь, улетаешь. Улетаешь, улетаешь, улетаешь. Пассажиром колесницы улетаешь, улетаешь. Спасибо. Я его, главное, в кроватке качаю и начинаю второй куплет петь. Первомутровые птицы. Он головку поднимает. Тимми-тимми. У нас традиция уже, мы от нее отходить не будем. Мы всегда поем вот эти вот замечательные песни из фильмов, которые мы все знаем, которые мы все любим. Поэтому мы их всегда поем в хором. И здесь, как говорится, я, наверное, больше всегда удовольствие получаю, чем вы. А может, и одинаково, да. Всем вместе. В небе колышется дождь молодой. Ветры летят по равнинам бессонным. Знать бы, что меня ждет за далекой чертой. Там, за горизонтом, там, там, за горизонтом, там, там, тарам, там, тарам. Шел я к высокому небу не зря. Я спал, укрываясь большими снегами. Но зато я узнал, что такое заря. Там, за облаками, там, за облаками, там, там, тарам, там, тарам. Верю, что все неудачи стерпят. Жизнь отдавая друзьям и дорогам. Я узнаю любовь, повстречаю тебя. Там, за поворотом, там, за поворотом, там, там, тарам, там, тарам. Если со мною случится беда, Грустную землю не меряй шагами. Знай, что сердце моё, ты отыщешь всегда. Там, за облаками, там, за облаками, там, там, тарам, там, тарам. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Мне кажется, душевненько. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну так. Ещё хочу спеть песню «Синегория». Ну хорошая песня. «Синегория» «Синегория» В синих водах Касакуля В синих водах Касакуля В синих водах Касакуля Потому что здесь в душе От сердечной теплоты Потому что здесь волшебно От волшебной красоты Все тут сделано с любовью Все тут сделано с душой И поэтому любому В Синегорье хорошо Я ни с кем не стану спорить Но хочу предупредить Если не был Синегорье Значит нужно в нем повыть Синегорье Это добрая веселая семья В Синегорье Не хочу еще сюда приехать я Потому что это праздник Это все детский смех Потому что эта радость Щедро делится на все Синегорье Это место, где встречаются друзья В Синегорье Если честно, то в него влюбился я Потому что здесь душевно От сердечной теплоты Потому что здесь волшебно От волшебной красоты Спасибо Последнюю строчку спел неправильно Там бэком идет другой голос Но ничего Ребят, сделаем сейчас перерывчик Я что хочу сказать У меня есть 6 комплектов дисков Если вдруг кому надо Я сейчас уже не продаю их по отдельности Потому что остальные мне просто придется выбросить Поэтому если вдруг у кого-то чего-то нет Подходите 6 комплектов дисков стоит 200 Там 5 CD и 1 MP3 Ну вот все, минут 20 мы наверное с вами отдохнем И снова И продолжим Спасибо Если вот, кстати, там какие-то пожелания будут Я не знаю, корзиночки никакой нет